Добрый вечер! Сегодня у нас двадцать седьмой урок по книге Шмот, и это второй урок по недельному разделу Вешалах. Глава четырнадцатая, с самого начала, первый послуг. «И сказал Бог Муше, скажи сынам Израиля, чтобы они вернулись и стали лагерем перед Пиахирот, между Мигдоль и морем, перед Бальцфоном. Расположитесь у моря напротив него. И фараон скажет о сынах Израиля, они заблудились в земле, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И тогда я прославлюсь через фараона и все его войско. И узнают египтяне, что я Бог. Так они и сделали». То есть Всевышний здесь посвящает еврейский народ в свой план, а план его через египтян, через фараона и через войско прославиться, т.е. проявить свою силу и свою мощь через египтян, но для этого их нужно заманить в ловушку. Вот каким образом заманивают их в ловушку – это то, что Всевышний сообщает еврейскому народу, вот что вы сделаете. Народу, может быть, я сказал слишком сильно, он сообщает об этом Муше. Что же он требует? «Скажите нам, Израиль, чтобы они вернулись». «Вернулись» означает, что если до сих пор они шли постоянно, денно и ношно, они шли от египетской границы в клуб Симаинского полуострова, то здесь нужно развернуться и отправиться снова по направлению к Египту. И затем прийти в место, которое называется Пи-Ахирот, как говорят наши мудрецы, это питом, место, которое упомянуто раньше в книге Шмот под названием Пи-Ахирот, а называется Пи-Ахирот, они здесь по созвучию, слово Хейрут означает «свобода», в этом месте они стали окончательно, окончательно обрели свою свободу, между Мигдоль и морем, т.е. нужно было установиться лагерем на берегу моря перед Бальцфоном. Раши ещё уточнил, что Пи-Ахирот, слово Пи означает «уста» или «устья», это означает, что нужно было встать лагерем в ущелье, так что лагерь еврейского народа должен был быть окружён с трёх сторон, с одной стороны морем, а с двух сторон стенами ущелья. И фараон скажет о сынах Израиля, вот, собственно говоря, и ловушка, они заблудились в земле, заперла их пустыня, а я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и тогда я прославлюсь через фараона, и всё его войскою и узнают египтяне, что я Бог. Так они и сделали. Чего подчёркивается, так они и сделали? Раши этих слова хвала сынам Израиля, которые послушались мужей и не сказали приближаться к преследователям, что мы сейчас развернёмся и пойдём навстречу своим преследователям, прямо им в руки, то мы должны, наоборот, бежать о них. Так должен был бы сказать разум, но вместо этого они сказали «нам не важно». Для нас важно только то, что говорит сын Амрама, т.е. Муше, сын Амрама, как он сказал, он сказал нам развернуться, идти обратно, мы идём обратно. На этом месте я хотел бы остановиться чуть более подробно. Знаем, что когда Муше явился к фараону в первый раз, то он попросил у него, в чём было его обращение, просьба вообще к фараону. Затем пришли Муше и Ароны и сказали фараону «Так сказал Бог Израиля, отпусти мой народ, чтобы они совершили мне празднество в пустыне. Мы хотим получить отпуск для того, чтобы совершить праздник Богу в пустыне». Сказал фараону «А кто такой Бог, чтобы я слушался Его? Ещё я отпустил Израиль. Бога я не знаю, Израиль тоже не отпущу». И они сказали «Всесильный Бог евреев открылся нам. Мы пойдём на три дня пути в пустыню и принесём жертву Богу всесильному нашему, чтобы он не поразил нас мором или мечом». Мы просим идти на три дня пути, там мы будем служить, там будет праздник, будем ему служить. Мы, очевидно, имеем в виду. И вернёмся, всё. Даже этого фараон не согласился им дать, пока ни его к тому не принудили. Один с другим 10 ударов и напитки. Вход. Стоп. А что мой шлабину соврал? А что я заправил? Кто-нибудь видел здесь упоминание втория праздника, который был через три дня пути? Было какое-то особое служение? Вроде ничего не было. Что за жертвы они принесли на третий день пути? Уж вроде ничего не было. Ещё одно. Когда в ходе ударов по Египту и переговоров, которые были, сидит несколько раз, фараон был готов уже отпустить, но только на определённых условиях, и каждый раз нужно было говорить, что мы не согласны никаким условиям, нужно полностью отпустить, должно быть безусловное разрешение уйти. Один раз было следующее условие. Хорошо, вы уходите, но скот оставьте здесь, чтобы я был уверен, что вы вернётесь, свой скот оставляете здесь. Шарабенов сказал, нет, не можем принять такое условие. Почему? Потому что мы не знаем, что там будет за служение. Поэтому мы берём на всякий случай весь свой скот. Что же довольно странная фраза? Что значит, что мы не знаем, что там будет за служение? Паша объясняет, а мы не знаем, сколько он там жертвоприношения от нас потребует. Может, там будет миллион голов скота, нам нужно будет принести, как же мы сможем. И поэтому мы должны взять весь свой скот. Но фраза сама по себе очень странная. Если вы говорите, что вы отправляетесь в пустыню на три дня пути для того, чтобы принести жертву Богу, и вот она вода, вот это вот самое служение, что же вы не знаете? И где это служение? Почему его не было? Что это было просто враньё? Ответ на все эти вопросы я когда-то слышал от Рава Зейва Лефа. Рав Зейв Леф сказал следующую вещь. Было служение через три дня пути. Самое большое. Это то, что мы прочитали сегодня. Когда Всевышний сказал, два дня погуляли по свободе. Хорошо было? Свободно? Хорошо. А вот теперь налево кругом и обратно в Египет. Как так? Мы же на свободу вышли. Мы же вышли не для того, чтобы возвращаться в Египет. Мы вышли, чтобы быть свободными людьми. Да, да, верно. Два дня побыли свободными людьми, всё хорошо. А теперь обратно. Подчиниться такому приказу? Сказать? Для нас важно только что говорит сын Амраму. Сын Амрама говорит нам обратно идти в Египет, обратно в рабство. Мы идём, если Бог того хочет. Это самое колоссальное служение. Где жертвоприношение? Вот оно. Это нужно было пожертвовать своей только что обретённой свободой, которую только-только что почувствовали, только-только что попробовали, что значит быть свободным человеком после десятков лет ужаснейшего рабства. И теперь добровольно отдать эту свою свободу. Добровольно. Не силой. Вот это вот самое большое служение. И оно произошло на тот самый третий день. То есть здесь выяснилось, что мы на самом деле, наши предки, вышли из Египта не для того, чтобы быть свободными людьми. Не из рабства на свободу. Мы вышли из Египта не для того, чтобы обрести свободу. Мы вышли из Египта для того, чтобы стать рабами Всевышнего. Но стать рабами Всевышнего насильно невозможно. Это не раб Всевышнего. Раб Всевышнего – это тот, кто, имея свою свободу, добровольно отдаёт её и добровольно подчиняется требованиям Всевышнего. И это самое первое требование было, самое тяжёлое. Всего же не потребовалось сейчас, организуете какой-нибудь жертвоподошение 300 быков и ещё что-нибудь, или устроите какой-нибудь… Нет, самое трудное, самое тяжёлое – обратно в Египет. Обратно в Египет. И, несмотря на это, еврейский народ безропотно это сделал. Отправился по пути обратно в Египет. Правда, до Египетской границы обратно не дошёл. Остановился в ущелье. В ущелье на берегу Тростникового моря. Дальше сказано… И фараон скажет о сынах Израиля, они заблудились в земле, заперла их пустыня. То есть, когда он получит сведения о том, что вы развернулись и пошли в обратном направлении, то он скажет, они заблудились, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, ожесточу или укреплю сердце фараона, и он погонится за ним. И тогда я прославлюсь через фараона из его войска. Он погонится, попадёт в ловушку, и как раз будет самое время прославиться через него и через другой. И узнают египтяне, что я буду. Ваша задача – для чего нужно было укреплять сердце фараона? У него не хватило решительности. Почему Всевышний должен был каким-то образом здесь вмешиваться для того, чтобы составить фараона преследовать еврейский народ? Казалось бы, ведь формально он их отпустил, это верно. Отпустил их на что? На ПМЖ? Казалось бы, не совсем так. Ведь формально просьба-то была пустить нас на три дня пути, принести жертву. Это означает вернуться. Ну а если они не возвращаются? По идее, это вполне естественным должно было бы быть, что он захочет их вернуть силой. Это спрашивает Рамбан. В чём была такая здесь необходимость укреплять сердце фараона, ожесточать его, чтобы подтолкнуть его на преследование? На что он отвечает, действительно, что хотя формально просьба евреев была отпустить их на три дня пути, это формально, но когда фараон их отпускал после смерти первенцев и чувствуя страх смерти вокруг себя, и когда он пошёл искать мужей Аарона и просил их «помолитесь также и за меня», и «благословите и меня», это значит, что страх был невероятный, и в этот момент, когда он их отпускал, он их отпускал уже без всяких условий. И если даже он не сказал, быть может быть, это формально, на самом деле устный Тор утверждает, что он формально их отпустил полностью, он сказал им «Арея темла от смехем», это действительно формула освобождения раба, что ты принадлежишь себе, ты в своём распоряжении, ты принадлежишь себе, т.е. он полностью их отпустил юридически, от них отказался. И в письменной Тории этого нет, в письменной Тории есть только само согласие «идите, идите и благословите также и меня». Но, говорит Ромбан, хотя формально он не сказал, быть может быть, словами, но, безусловно, он имел в виду, что он их отпускает, и далее, если они не вернутся, он за этим смирился. Значит, в этом отношении, казалось бы, поставил точку на истории взаимоотношений с евреями. Поэтому, говорит Всевышний, мне придётся немножко укрепить его дух и ожесточить его сердце для того, чтобы толкнуть его на преследование. До сих пор это был план Всевышнего, как заманить фараона в ловушку, которой он и поведал мыши. Дальше, начиная с 6 стиха, с 5 стиха, точнее, начинается уже описание того, как всё происходило в реальности. «И сообщили царю Египта, что бежал народ, и сердце фараона и его слуг обратилось против народа», то есть произошло здесь изменение отношения, и они сказали, «Что же мы сделали, что отпустили Израиль от работы на нас?» И запряг он свою колесницу, фараон имеется, и запряг он свою колесницу, и взял с собой свой народ, и взял 600 отборных колесниц, и все колесницы Египта, и всю конницу, точнее, Египта, и командиров над всем войском. «И ожесточил Господь сердце фараона, как он и пообещал, царя Египта, и тот погнался за сынами Израиля, и сыны Израиля уходили с высоко поднятой…» Большинство переводчиков переводят здесь «выходили с высоко поднятой рукой», это болезнь переводчиков, которая переводит слово в слово буквально, потому что в оригинале написано «Юцимби ядрома», но «выти бе ядрома» по-русски означает «выходить с высоко поднятой головой», т.е. подчёркивается здесь, что они не уходили как беглые рабы, которые оглядываются всё время и смотрят, не гонятся за ним кто-то, а выходили как свободные люди с гордо поднятой головой, только идиоматическое выражение, которое принято в Лошонакодыш, это «бе ядрома». «И гнались, и погнали за ними египтяне, и настигли их у Пиах и Рот перед Бальцфоном, расположившихся у моря, вся конница фараона с колесницами, и всадники, и войско». Теперь уже посмотрим это подробно. «Сообщили царю Египта», нашёлся кто-то, кто ему сообщил, сообщили царю Египта, что бежал народ, очень интересно, а он не знал, что народ бежал, а он думал, что они живут на соседней улице до сих пор в столице Египта. Что это за такое сообщение, что бежал народ? Итак, вопрос, кто сообщил и о чём сообщил? Раша отвечает на два вопроса сразу. «И сообщили царю Египта, фараон послал к ним соглядатаев». То есть, вслед за еврейским народом, который ушёл из Египта и отправился в Синайскую пустыню, вслед за ними шли разведчики, шпионы. Прошло три дня. То есть, снова мы возвращаемся. Официально-то просьба была всего лишь уйти на три дня, принести там жертвы и вернуться. Ну, вот и фараон послал информаторов. Кстати, некоторые комментаторы говорят, что в самом-то деле не нужно было информаторов, потому что ведь в след за еврейским народом увязалась эры в рав, большая разношёрстная толпа различных бывших пленников или рабов в Египте, или просто египтян, которые увязались вслед за евреями. Ну, увязались они благодаря тому воодушевлению, которое было в результате ударов по Египту, в результате вмешательства Всевышнего, всех чудес. Но было понятно, что через некоторое время это воодушевление начнёт выдыхаться. Так вот, те самые части из этой разношёрстной толпы, после того, как походила немножко вслед за евреями в Египте и поняла, что вообще куда-то они идут, начало было очень замечательно, очень много обещали, что идут они в пустыню, и каким образом жить в пустыне, это всё не ясно, поэтому у них быстро всё утихло, и они вернулись в Египет, и вот они-то и настучали, они-то и сообщили властям, что евреи бежали. Но Раши приводит, что он послал к ним специальных разведчиков. Прошло три дня, установленных для того, чтобы сыны Израиля могли пойти и вернуться, и эти шпионы увидели, что те не возвращаются в Египет. То есть, они два дня пути шли в одном направлении, потом развернулись, пришли к морю, остановились, и всё, в Египет не возвращаются, стали там лагерем. Ну, и тогда на четвёртый день они пришли к фараону, и несли об этом, что евреи не возвращаются, хотя уже четвёртый день никто из них не возвращается. Египтяне преследовали сынов Израиля в пятый и шестой день. А в ночь на седьмой день они уже спустились к морю. И тогда разыгралась, в ночь на седьмой день исхода из Египта, разыгралась вся драма на море. С рассветом, когда еврейский народ вышел уже из моря, а египтяне погрузились в пучину, вода их накрыла, тогда они, евреи, воспели благодарственную песню «Шират Аям», «Песню моря». И это было седьмой день Песоха, и так уж получилось, поэтому и у нас седьмой день Песоха совпал с рассечением моря, поэтому и у нас возник обычай читать Ширата Аям, читать благодарственную песню «У моря» на седьмой день Песоха. Так объясняет Раш. Значит, получается, что сообщение о том, что народ бежал, оно основано на понимании того, что вышли всего, официально, по крайней мере, вышли не на ПМЖ, а на три дня пути, и должны были вернуться, и факт невозвращения – он и был материалом этого донесения, что донесли фараоны, что вместо того, чтобы вернуться, евреи не возвращаются, значит, они бежали. Кто об этом сообщил? Разведчики, которые за ними следили. Арамбан цитируют это объяснение Раши, поскольку прошло три дня, назначено для того, чтобы сами Израиля пошли и возвратились, и тогда шпионы, увидев, что евреи в Египет не возвращаются, и четвёртый день пошли и донесли об этом фараону. Так комментирует Раши, опираясь на сказанное в сборнике Медрашей Мехильта, это не собственный комментарий Раши, Раши подчеркнул его у наших мудрецов в сборнике Медрашей под названием Мехильта. Это сборник Медрашей как раз на книгу Шмот. А согласно простому смыслу, если не прибегать здесь к Медрашу, а Пшат Апашут, произошло так, как предсказывал Бог, и всё шло по заранее составленному сценарию. Всевышний с самого начала этот сценарий Муши раскрыл, «И скажет фараон о сынах Израиля, заблудились они в той стране, заперла их пустыня». Действительно, когда евреи вернулись и остановились перед Пиахеротом и перед Бальцфоном, именно об этом факте и было сообщено царю Египту. Что ему донесли? Ему донесли, что народ сбежал и заблудился в пустыне, и что евреи не идут к месту, где собирались приносить жертву. То есть, это не то, что были высланы специальные разведчики, которые только страдаялись с хронометрами, ждали, когда наконец закончится три дня пути евреев повернуться назад. Не, не в этом дело. Пока евреи шли в одном направлении первые два дня, всё было понятно. Они идут, наверное, к тому самому месту, в котором они должны были, по их собственным словам, принести жертвоприношение. Это было два дня, и всё было хорошо. А что случилось на третий день? Они вдруг повернулись, пошли в обратном направлении. Странно. А на четвёртый день они вообще остались на месте. И что дальше? А дальше вообще никуда не идут. Значит, всё то, что они говорили до сих пор, что они отправляются в какой-то день пути, в какое-то место на три дня пути для того, чтобы принести жертву – это всё враньё. Никуда они не идут и стоят на месте. Значит, они ушли не с намерением вернуться. Значит, отсюда следует, что они просто сбежали. Вот именно так, как Всевышний предполагал. Что наведёт фараона на мысль о том, что они бежали? Тот факт, что они начали блуждать по пустыне, что они не идут в определённом направлении. Как Всевышний сказал. И фараон скажет о сынах Израиля. А, они заблудились в земле. Заперла их пустыня. Я жесточу сердце фараона, он погонится за вами. И тогда я прославлюсь через фараона и всё его войско. И узнает. И сообщили царю Египта. Что ему сообщили? Что евреи начали кружить. А после того, как они начали кружить, что они остановились на месте. И никуда вообще не идут. Из-за этого всего фараон сделал вывод, стало быть, они сбежали. Продолжает Рамбан. И поэтому сказано, что сыны Израиля уходили. Бияд Рама. Не с высоко поднятой рукой, а с высоко поднятой головой. То есть, абсолютно свободные и без всякого страха. То есть, это дополнительная информация, которая могла подтвердить предыдущее донесение, что они сбежали. То есть, они как бы подняли флаг свободы, шли с весельем, с песнями, под звуки цимбал и скрипок, музыкальных инструментов. Название достаточно произвольное. Как люди, выходящие из рабства на свободу, а не как рабы, которым предстоит вернуться, которые получили только три дня отпуска, и им предстоит снова вернуться к своему рабскому труду. Обо всём этом было сообщено фараону. То есть, вывод о том, что народ сбежал, фараон мог сделать на основе двух этих фактов. Первое – то, что они не идут в определённом направлении, начали кружить по пустыне, а потом вовсе остановились. Второе – то, как они шли. Они шли не как люди, которые едут в отпуск и знают, что скоро они возвращаются обратно на работу. Они шли с гордо поднятой головой, без страха, как выходят люди, которые не собираются никуда возвращаться. и, получив всю эту информацию, фараон делает выводы. Какие? И сердце фараона, его слуг, обратилось против народа. И сказали, что же это мы сделали, что мы отпустили Израиль от работы на нас. То есть, обратило сердце – это значит, что они передумали, поменяли своё мнение, их мнение изменилось. Так объясняет Рашин. Сердце фараона, его слуг, обратилось против народа. Мнение фараона изменилось. Ведь ещё недавно он говорил, встаньте, уйдите из среды моего народа. То есть, по этим словам, встаньте, уйдите из среды моего народа. Можно было понять, что он хочет, уже готов, что они уйдут, и уйдут навсегда. Вдруг он начинает об этом сожалеть. Как же я их отпустил-то? И мнение его народа тоже изменилось. Ведь раньше они говорили, доколе будет этот народ, до нас помехой. Ведь египтяне давили на фараона, требовали, чтобы он, наконец-то, отпустил евреев. Да коли этот, имеется в виду, мужик, будет для нас помехой, отпусти их. А сейчас полностью переменились, бросились в погоню за сынами Израиля. Из-за чего? Что могло так изменить отношение людей? Из-за имущества, которое сами же им отдали. Снова здесь есть изменения. Когда евреи уходили, египтяне сами отдали им имущество, готовы были. Человек проходил, просите у них, нет ли у вас серебряной ложечки? Есть. А есть ещё и золотой. А золотой не хочешь? Возьми. Только уходите побыстрее. Берите всё, что хотите, только чтобы вас не было здесь. Проходит время, и когда вспоминается, что же мы им не просто только что не ушли, но что мы им отдали ещё и своё имущество, и своё серебро, и своё золото. Как же так? Так объясняет Раша. Это перемена. Но снова это мало понятно. Когда человек сожалеет? Человек сожалеет, когда он, понимаешь, он по глупости сделал какое-то дело, которого бы делать он мог бы и не сделать его. И тогда думаешь, что же я такую глупость-то делал, зачем же я им это отдал, зачем же я их отпустил. Но здесь же это было не так. Разве фараон сделал это по своему доброму намерению? По своему доброму намерению он никогда бы евреев не отпустил. Просто он получил такие удары, просто на Египет обрушились такие бедствия, что выдержать было невозможно. Именно поэтому он их отпустил. То же самое с подчинёнными фараона. Его подданные, действительно, отдавали евреям имущество, потому что они их так любили, потому что они стали такими юдофилами, потому что в них проснулись чувства добрососедства. Конечно, нет. Просто они хотели, чтобы прекратились те удары, те бедствия, которые сыпались на Египет, чтобы они прекратили, поэтому готовы были перейти, всё-таки уходите отсюда. Так как же после этого можно говорить, что же я дурак ему сделал? Если бы ты не сделал, тебя прибили бы вообще. Как человек, к которому пришёл, скажем, бандит, грабитель, показал ему пистолет и сказал, давай деньги. Ну, человек дал. Ушёл грабительец с деньгами с пистолетом, часа через два или дня через два сидит, я думаю, что же я дурак, ему деньги-то отдал. А если бы не отдал, он тебе бы голову размажил. Как же может быть такое сожаление? Откуда это сожаление? На самом деле сам вопрос, он и ответ. Такова психика человека. В тот момент, когда включается желание, влечение, яйцер, то оно приводит к тому, что мы занимаемся самообманом. Разум наш перестаёт быть центром разума. Что здесь включилось? Одно слово, которое Раши говорил. Из-за имущества. Денег жалко. Фараону жалко того, что он решил за армию рабов, армию бесплатная рабочая сила, сотни тысяч людей. И его подданным тоже жалко. Деньги же им отдали. Золото, серебро, украшения. Жалко. И вот эта вот жалость, это влечение, это желание каким-то образом вернуть себе, оно настолько действует на разум человека, оно настолько искажает действительность, что человек на полном серьёзе начинает думать, что, в принципе, глупость он сделал. Что же это так? Мы их отпустили. По глупости это сделали. Вернуть… Какой по глупости? Вас просто били по голове, пока вы не согласились. Да, ну, жалко, глупость сделали. Надо вернуть. Таков человек. Так человек сам загоняет себя в ловушку, так человек сам роет себе яму, в которую потом с большим удовольствием и прыгает. И в тот момент, когда решение принято, то фараон им обладевает просто воодушевление. И запряг он свою колесницу и взял с собой свой народ. Фараон запрягает свою колесницу, он же сам запряг свою колесницу. Когда… Понятно, что по этикету не полагается делать такие вещи. На то у фараона есть слуги, есть конюхи, есть адъютанты, кто угодно уже. Нет. Сам. Когда человек делает подобного рода действия, когда совершенно ему не подобающие, когда ему это очень хочется. Желание настолько сильное, что он готов сам своими руками идти запрягать свою колесницу и не ждать, пока это будут делать какие-то конюхи. И народ… И взял с собой свой народ. Конечно, взял с собой свой народ. А что? Он один пойдёт воевать против евреев. Очевидно, взял свой народ. Что за информация здесь высказана? Говорит, Раший взял с собой свой народ, тянул их за собой, уговорил. То есть, он сумел уговорить их. Понятно, что при всём при том, что было сожаление, что же мы сделали, что мы евреев отпустили. Но отсюда и до желания гнаться за ними мы ещё достаточно далеко. Ведь египтяне хорошо помнили совсем недавние события, какие жуткие бедствия сыпались на их страну из-за евреев. Поэтому снова с ними ввязываться в драку. Нужно было ещё серьёзное воздействие. Нужна была сильная пропаганда для того, чтобы уговорить их, броситься в погоню за евреями. Фараон это сделал. Он начал уговаривать свой народ. Как? Они нанесли нам ущерб, забрали наше богатство. Бьёт человека по самому больному месту, по его кошельку, а мы отпустили их. Пойдёмте со мной, и я не стану обращаться с вами, как другие владыки. Это другие владыки посылают свой народ в бой впереди себя, а сами сидят в шатре. Нет. Я пойду сам, сам впереди вас. И так действительно сказано. Он стал верным своему слову. Сказано в дальнейшем. И приблизился фараон, имеется в виду. Он приблизился впереди в свои войска. Он был впереди всех. Другие владыки первыми выбирают себе трофеи. А я не так. А я возьму часть, равную долю, как вас. Я буду, как любой рядовой солдат. А вся добыча будет ваша. И действительно так сказано. Он обещал, разделю добычу поровну. Выходит у нас, что пропаганда фараона удалась, ему удалось убедить народ, и народ взял с собой, повёл их за собой, повёл их своими словами, сумел их воодушевить и повести за собой, и взял 600 отборных колесниц и всю конницу Египта и командиров над всем войском. И ожесточил бог сердца фараона, царя Египта, и тот погнался за сынами Израиля. А сыны Израиля уходили с высоко поднятой головой. И погнали за ними египтяне, и настигли их Упи-Ахирот, перед бальцфоном, расположившихся у моря, вся конница фараона с колесницами, всадники и войско. Раши задают здесь один неожиданный вопрос. Мы так считаем, ну понятно, фараон, когда он собирается на войну, он берёт с собой войско, конечно. Какое войско? Не пешее, конное. Ну и что? Понятно, конное войско. Раши – стоп, стоп, стоп. А лошади-то у них откуда были? Ну как откуда? Есть в Египте лошади, да, но ведь в тех макот, которые были, в ударах, которые были по Египту, написано то, что все они были побиты. Словами Раши. Где же они нашли коней? Если скажут, что это был скот египтян, египетские лошади, сказалось бы, это противоречит сказанному в предыдущих главах. И пал весь скот Египта. Был мор, в результате которого пал весь скот Египта. Так написано. Значит, у них не должно было остаться скота. А если скажут, что это был скот сынов Израиля, может быть, евреи в попыхах, уходя из Египта, оставили свой скот, и этими лошадями и воспользовалась эгипетская армия? Тоже нет. То разве не сказано, и наш скот ведет также с нами? Это было одно из условий Мушерства. Мы скот берем с собой. Он отказался уходить без скота. Так чей же скот тащил колесницы фараона-то? Откуда у них были армейские лошади? Один единственный выход есть, говорит Раша. Значит, он был у тех египтян, которые убоялись Бога и загнали скот в убежище. Когда Всевышний предупреждал о том, что будет падение скота, то дал возможность спасти скот. Каким образом те, которые загонят, те, которые послушаются и побоятся, и загонят свой скот в убежище, с ним ничего не случится, а тот, который останется открытым на лугах, он падет. Были такие египтяне, которые сказали, вам плевать, были такие, которые побоялись Слово Божье и свой скот загнали. Вот их скот иммобилизовали, их лошадей иммобилизовали на эту войну. Т.е. самые богобоязненные египтяне, которые побоявшие Слово Бога и отнеслись к нему на полном серьезе, и спрятали своих лошадей, они-то и дали своих лошадей для того, чтобы сейчас фараон преследовал их. Отсюда вывод. Поэтому говорил раби Шимон, самого достойного из египтян убей, лучший из змей размазжи голову. Т.е. если даже самые-самые лучшие, самые достойные, самые приличные люди, они-то пожертвовали своими лошадьми для того, чтобы у фараона была конница, чтобы погнаться за евреями, то что ж с ними тогда? О чём ли с ними вообще тогда говорить? Нужно только оговориться, что, как объясняет Робель Нубахи, что вот эта вот фраза «Рапширин бар юхай» «Товшиба мицри марог лучше возить египтян в бень». Имеется в виду, что если ты оказался где-то в тихом переулке, и вдруг видишь, рядом стоит египтянин, то оглянись направо и налево, возьми что-нибудь потяжелее и стукни его по голове, вовсе не это имеется в виду. Не имеется в виду проведение в мирной войне, имеется в виду на войне. То есть, с одной стороны, война – это ужасная вещь, когда люди занимаются тем, что убивает друг друга. С другой стороны, вполне понятно, естественно, как это и описано многими очевидцами, людьми, которые были на войне, время от времени на войне пробуждаются и человеческие чувства тоже, и выясняется, что противник, человек, который оказывается в соседнем окопе, он попросту такой же человек, как и ты сам. Очень остро это описано у Ремарка на Западном фронте без перемен. Солдаты одни доставляют друг друга, но вроде бы такие же люди, как и мы. Так вот, говорят наши мудрецы, что во время войны, хотя эти чувства человеческие, они, казалось бы, понятные и естественные, но они неправильные. На войне, как на войне. Приличные люди, хорошие люди. Да, совершенно верно, но они пришли тебя убивать. Если ты повернёшься к ним спиной, то всадят тебе нож в спину и никакие братания перед этим не помогут. Мы же видим, что самые-самые лучшие, самые приличные египтяне, которые были в тот момент, когда нужно было искать лошадей для погони за евреями, они дали своих лошадей фараону. Поэтому на войне, как на войне. Товшим и Дмитрий был. «И приблизил фараон, сыны Израиля подняли голову, и вот Египет гонится за ними, и очень испугались и возопили сыны Израиля к Богу». В этом стихе снова очень много, с точки зрения языка, много сложностей. Мы буквально перевели эту фразу «И приблизил фараон у паро и крив». В Итраши надо было бы написать, что он приблизился, так? Нужно было бы сказать в оригинале «упаро». «Карав». «Карав» – это значит, он приблизился. «А и крив» в «Иф-Иль» – это означает, что он приблизил кого-то. Кого он приблизил? «Паро и крив». Почему же сказано, что он приблизил? Потому что он сам приблизил себя, приблизился первым, то есть собрался с силами, чтобы идти перед ними. Ведь мы помним, он дал обещание своему народу, что когда мы пойдем в этот бой, вы увидите, что я, в отличие от всех других царей, я пойду впереди вас, как командир на белом коне. Впереди всех. Обещание тоже это дал. Но теперь же нужно было его еще и исполнять. И поэтому ему понадобились большие душевные силы, чтобы заставить себя это сделать. Он и крив, он выдвинул себя, он приблизил себя, чтобы заставить себя выйти перед строем и оказаться впереди всего войска, вести всех за собой. И дальше сказано, и вот сыны Израиля подняли глаза, и вот Египет гонится за ними. Он же Египет. Египтяне гонятся за ними? Почему здесь Египет? Почему единственное число, глагол в единственном числе, гонятся за ними? Раша отвечает, что это сказано в единственном числе, потому что они преследовали Израиль в едином порыве, как один человек. То есть, настолько было сильное воодушевление, что происходило не так, как должно было бы, по идее, происходить в любой армии, что кто-то может быть идейный, он идет с воодушевлением вперед, кто-то подчиняется, он тоже вперед, кто-то не очень подчиняется, ему не очень хочется, только что боится он, что его расстреляют как дезертира, еще что-то. Нет, здесь-то было не так. Здесь был единый порыв, когда все в едином порыве и шихат, блеевых ад, как один единственный человек, единым порывом погнали за сынами Израиля. Это Пшат. А Медраж дает другое толкование. Медраж, как обычно, требует понимания буквального. То есть, если сказано здесь в единственном числе, к Наусе, что Египет гонится, значит, здесь есть кто-то… Нельзя это объяснять метафорически с точки зрения Медража, что хотя это египтяне, но поскольку они были все в едином порыве, то о них можно было бы сказать как будто бы как один человек, что они все как один. Это метафорическое объяснение. А Медраж, как обычно, требует буквального понимания. Написано в единственном числе. Гонится, значит, кто-то один гнался. Кто это один? Это ангел-покровитель Египта. То есть, то, что они увидели, это не только египетское войско, не только египетские колесницы и конницу, которая приближается к ним, но и увидели, смогли увидеть ангела-покровителя Египта, который спешит на помощь своему народу, сходя с небес, чтобы им помочь своим подопечным. «И очень испугались, и возопились на Израиле к Богу, и сказали им уже, разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас погибать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведи из Египта? Разве мы тебе об этом не говорили в Египте? Скажи, отстань от нас, и мы будем работать, будем служить египтянам, потому что лучше уж служить египтянам, чем умереть в пустыне. И сказал мужей народу, не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог спасёт вас сегодня, ибо египтян, которых вы видите нынче, больше вы уже не увидите во веки. Бог будет воевать за вас, а вы молчите». Так, реакция еврейского народа на создавшуюся ситуацию, а ситуация действительно тяжелейшая, когда они заперты в ловушке, и египетская конница их заперла в этой ловушке, где они между скалами в ущелье и впереди их только море, они испугались, очень испугались и возопили к Богу. Сказали мужей, у них есть ещё претензии к мужей, начинают издеваться, а что, недостаточно было могил в Египте, там проблемы с кладбищами есть, что ты нас вывел, чтобы здесь умирать? Мы же тебе говорили, отстань от нас, зачем ты нас вывел из Египта? Зачем нам это нужно было делать? Вот теперь доигрались. Спросить Ромбана я не понимаю, как это может быть? Понятно, что человеческая душа потёмки, но как такое может быть, что люди возопили к Богу, т.е. просят любым человекам, спаси нас, а с другой стороны они тут же плюют в лицо мужей из-за чего? Из-за того, что тот вывел их из Египта, мужей их вывел из Египта, Бог их вывел из Египта, это была воля Бога, он их спас из Египта. Теперь они говорят, а какого чёрта нам это надо? Мы просили тебя, отстань от нас, зачем ты нас вывел из Египта? Как можно одновременно просить у человека спасения и тут же плевать ему в лицо? Это то, что евреи делают. Словами Ромбана. Мне кажется невероятным, чтобы люди взывали к Богу о спасении и в то же самое время отвергали то спасение, которое он для них уже совершил, и говорили, уж лучше бы ты нас тогда не спасал. Как же это может быть? Как с точки зрения сил человеческой души может быть одновременно просьба спаси меня и тут же плюнуть и сказать, что ты меня раньше спас, лучше бы ты меня не спасал. Какой чёрт мне это надо было? Не надо было? Хорошо. Я тебя и сейчас спасать не буду. Где здесь? Ну, логики мы не ищем в человеческом поведении, не логика, но даже с точки зрения психологии, с точки зрения сил души как это можно понять? Ромбан даёт несколько ответов на этот вопрос, один интереснее другого. Первый его ответ вот какой. Очевидно, среди евреев были различные группы. Это не те же самые люди. И Тора рассказывает о том, что говорила каждая из них. Одна из групп запила к Богу. Были люди, которые в этой ситуации молились, попили к Богу, спаси нас. А другая, во-первых, не молилась к Богу, мало этого, она ещё и отрицала пророческую миссию Муши и не одобряла совершённый исход, твердя, что лучше бы никто их с ней избавлял. То есть, не те самые люди, которые запили к Богу, не те самые люди жаловались на то, что их вывели из Египта. Это разные люди. Одни люди, полные благодарности к Всевышнему за то, что Он их вывел из Египта, сейчас просили его о спасении, другие люди, неблагодарные, сетовали на то, что их вывели из Египта, но они сейчас не вопили к Богу, не они молились. Разные группы. К тому доказательства. Поэтому слова «сыны Израиля» повторены дважды – «и подняли сыны Израиля глаза свои, и возопили сыны Израиля». Словом «сыны Израиля» обозначается элита народа, духовная элита, т.е. лучшие среди них взывали к Богу. А остальные, остальные, наоборот, восстали против него. И далее сказано «и устрашился народ». Хаам – «народ». Устрашился народ Бога и уверовались. После того, как уже был хэппи-энд, после того, как море разверзлось, и все прошли по нему, как по суше египтяне потонули в нём, после этого написано «вайруам и сашем» «и устрашился народ» – не сыны Израиля, а народ – «и уверовал народ в Бога и в Моше его служителя». Т.е. то, в чём у них было сомнение, теперь они уже в этом и вернутся. Не говорится «и устрашили сыны Израиля Бога», не говорится «и сыны Израиля уверовали», но сказано «народ». Так как определение… почему так? Потому что определение не определение, а слова «сыны Израиля», оно относится к лучшим и к избранным, а слово «народ» относится к толпе. И так же написано «и возроптал народ на Моше». Т.е. каждый раз, когда еврейский народ ведёт себя негативно, низко, он обозначается словом «народ», а не возвышенным словом «бней Исраиль», сыны Израиля. И об этом же говорят наши мудрецы. Объясняя строку «и стал народ распутничать с дочерьми Моава снова». Народ, везде, где сказано «народ», имеется в виду упрёк, а там, где сказано «бней Исраиль», наоборот, это похвала. Итак, первое объяснение Рамбана, что действительно подобного рода поведения представить себе нельзя, чтобы люди одновременно просили Бога о помощи, о спасении, и тут же плевали ему в лицо. Это были разные люди. Одни просили Всевышнего о спасении, одни молились и попили к Всевышнему, другие в отчаянии обвиняли всех и вся, в том числе и Всевышнего, что он их вывел из Египта, и мужей обвиняли, как Ивана Сусанина, куда ты завёл нас, не видно низги, и так далее. Были разные люди. Второе объяснение, которое даёт Рамбан, другое. Можно также объяснить, что весь народ полагался на Бога и обращался к нему с молитвой об избавлении. Молились все. Однако относительно Муше в их сердце закралось сомнение. То есть обращались с молитвой к Муше, а плевали в лицо… Обращались с молитвой к Богу, а плевали в лицо не Богу, а Муше. Потому что в их сердца закралось сомнение. Он Иван Сусанин. Может быть, он вывел их из Египта только для того, чтобы воцариться над ними. Всевышний не собирался, может быть, выводить евреев из Египта. Доказательство тому? Если бы он собирался водить их из Египта, он бы не устроил бы так, что египтяне сейчас погнали за ними и загнали их сюда, в эту ловушку. Значит, это было не по воле Бога. Значит, это был коварный план Муше. Просто Муше был измучен комплексом неполноценности, потому что он когда-то был принцем, потом всё потерял, и теперь он ищет способ, каким образом ему стать главой, стать лидером. Это он может сделать в Египте, он не может стать лидером, там своих лидеров хватает. Вот если он выведет их из Египта, тогда он станет их царём, вождём, повелителем. Только что всё бы хорошо, но вот путь, каким образом идти, он не просчитал. Вот он и завёл нас сюда. Это он во всём виноват. Спрашу задачи, погодите, если он во всём виноват, и он такой злоумышленник, то каким же образом ему удалось привести к таким ударам, которые сыпались на Египет? А это совершенно другой разговор. А это Всевышний сводил счёты с египтянами совершенно справедливо, Всевышний наказывал египтян за то, что он нас угнетал. Только его план был другой – гадких египтян наказать по первое число, а мы теперь станем владыками Египта и будем там жить. Зачем нам нужно было уходить в пустыню? Это козни Муше. И хотя они видели знамения и чудеса, всё же в их сердца вкрылась мысль, что, возможно, Муше совершил всё это с помощью своей мудрости, а кары Всевышний египтян послал, обрушил на египтян за и грехи, им это и полагалось. Доказательство всему этому, если бы Бог действительно хотел бы освобождения евреев и их исхода из Египта, – то фараон бы не погнался за ними. Итак, это второе объяснение. Народ был един, монолитен, в отличие от первого объяснения, которое разделило еврейский народ на разные группы. Здесь, наоборот, все были единомонолитны, у всех было упование на Бога и просьба и молитва к Всевышнему, чтобы Он избавил нас из этой беды, в которую завёл нас Муше. И поэтому претензии они не к Богу, а к Муше, издевательские. А что, недостаточно было могил в Египте, что Ты взял нас погибать в пустыне, не Бог, а Ты? Что Ты сделал с нами в выводе из Египта? Разве мы тебе об этом не говорили? Отстань от нас, и мы будем работать на египтян. Уж лучше бы было остаться там в Египте, чем подыхать здесь, в пустыне. Третье объяснение – объяснение Онкилуса. А Онкилус, в своём переводе на армейский язык, он объяснил вот это слово в аицаку – возопили. Это совсем не молитва, а это вопль, когда человек вопит от отчаяния и высказывает свои претензии. То есть, вопили они к Богу, но не молитва это была, а наоборот. Закричали. То есть, они не молились, а выражали перед ним своё недовольство, своё негодование тем, что Он вывел их из Египта. Всевышний вывел их из Египта. Они этим недовольны. «Подобно сказанному, пришли на отсмотречки на ценами Израиля и возопили к фараону, говоря, почему ты так поступаешь с твоими рабами». То есть, доказательство того, что слово в аицаку может быть понято не как молитва, а как негодование и высказывание претензий – это из того, что то же самое слово упомянуто в стихе, когда надсмотречки пришли к фараону, высказывая сегодня негодование, за что ты к нам так относишься, почему, за что ты нас наказываешь, мы ничего плохого не сделали. Это негодование, это упрёки. То же самое здесь. По мнению Онкелуса народ не просил избавления, а народ высказывал Всевышнему упрёки. И, наконец, четвёртое, последнее объяснение. В Михильте сказано так. Сначала они… То есть, Михильд разделяет не между группами людей, а разделяет по времени. В первой стадии была молитва к Богу, а во второй стадии было уже негодование. Сначала они прибегли к искусству своих прадцев. Что за искусство своих прадцев? Когда ты в беде? Обращаться к Богу. Этому научили нас наши прадцы, начиная с Абрама. Но затем, когда закваска попала в тесто, то есть, вмешался здесь яйца рона, тогда пришли к мужу и сказали, а что, недостаточно могил в Египте, чтобы ты вывел нас умирать в пустыне? Ведь об этом мы тебе говорили. Отстань от нас, и мы будем служить египтянам. И лучше нам служить египтянам, чем умереть в пустыне. Закваска в тесте – это яйца рара. Что имеется в виду? Что сначала евреи действительно возопили к Богу, чтобы он заставил фараонов повернуть спять. То есть, их молитва была не просто «Боже, спаси нас». А молитва была такая «Боже, сделай так, чтобы фараон решил прекратить преследование и отступил бы». «Вот чего мы просим от тебя. Внедри каким-нибудь образом фараону, напугай его, еще как-нибудь, только чтобы он ушел отсюда». И молится, и молится, и молится, и молится. Фараон ноль внимания. «Подолжает преследовать, не разворачивается, не уходит». «Ага, молитва не помогает». Не помогла наша молитва. Бог нас не слышит. Молитва не помогает. Через эту узенькую щелочку вошел в ей цараран. Но когда они увидели, что войска фараона не отступают, а наоборот, все больше приближаются к ним, они сказали, значит, наша молитва не принята. В их сердца закрались дурные мысли. И они вновь испытали недоверие к Муше, как и в самом начале. Значит, все это… Если бы все вышло так, как Муше обещал, то наша молитва должна была быть услышана. Бог нас не услышал. Значит, все неправда. Значит, все вранье. Значит, Муше завел нас сюда. Значит, это его козни, это его планы. Это все не свыше. Было бы свыше, Бог бы услышал нашу молитву. А он не услышал. Значит, это не Всевышний нас привел сюда. Плохо наше дело. То есть, началось здесь отрицание. А все это из-за чего? Значит, поначалу все было хорошо. Есть молитва к Всевышнему. Хорошо, но не очень. Если ты молишься к Всевышнему, пожалуйста, не объясняй Всевышнему, как надо тебе помогать. Боже, сделай мне вот такую помощь. Сделай мне так, чтобы он сказал ему и чтобы он… Не надо подсказывать Всевышнему. Всевышний сам найдет способ. Если он захочет тебя спасти, он сам найдет способ, как тебя спасти. А если ты начинаешь подсказывать, что Всевышний должен тебе сделать, он тебе ничего не должен. То есть, ты ему подсказываешь, что в молитве, и ты ждешь этого, а это не происходит. Ага. Значит, Всевышний моих молитв не слышит. Кто сказал? Может быть, он слышит, еще как слышит. Только того, что ты предлагаешь, он не хочет сделать. Он тебя хочет спасти другим путем, а не тем, которым ты со своими куриными мозгами ему предлагаешь. Но результат этого человек сам загнал себя в угол и привел себя к ощущению того, что Бог его не слышит. Бог его не слышит. Значит, я в этом мире один. Значит, не Всевышний вывел нас из Египта. А это все козни мужи. И поэтому сразу же переходят после того, как было такое обращение к Богу, и была горячая молитва. Молитва не помогла. Мы здесь оказались в очень плохой ситуации. Муше нас завел сюда. Это его козни. Он в этом виноват. И тогда обращается море негодования против Муше. С издевательством. Что? Недостаточно был могил в Египте, что ты нас сюда довел. Тебе говорили, оставь нас. Ну, вот. Доигрались. Это последнее, четвертое объяснение, которое приводит Рамбан, объяснение из Михильты. Все это по поводу того самого одного стиха с изначальным непониманием, как может быть одновременно и молитва к Богу, и негодование против него. Тихо. 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 Тихо.